Начнём. Тема сегодняшнего занятия это уже использование силовых полей для, естественно, оптимизации геометрии или поиска минимума системы и молекулярной механики. Естественно, то, что в большинстве случаев поверхность потенциальной энергии для какого-либо сложного биополимера представляет собой достаточно сложную функцию. И надо признать честно, что никакого аналитического представления об этой поверхности мы не имеем. На самом деле на это не обращайте внимания, это, естественно, какая-то простая функция с квадратами, но тем не менее. Просто для визуализации я в том же самом губоте вам и нарисовал. Значит, естественно, что если у нас неизвестен аналитический вид функции, который описывает вид потенциальной энергии белка или что-то ещё, то, естественно, и разумным решением для всего это являются только численные методы решения тех или иных задач. Поэтому давайте рассмотрим, прежде всего, в первой части, это вопросы, связанные с минимизацией энергии. Значит, оптимизация геометрии и минимизация энергии – это, в принципе, синонимы. И должно быть понятно, почему. Потому что, доведя энергию какой-то системы до минимума, потенциальную энергию, которую мы с вами определили с помощью силового поля, мы тем самым подразумеваем, что она имеет оптимальную геометрию. Помните, почему? Потому что у нас вся ковонентная часть должна стремиться к нулю при оптимальной геометрии. Правильно? А некомонентная часть будет давать, соответственно, отрицательную составляющую. Если она даёт отрицательную составляющую, то, естественно, чем лучше это всё друг на друга ориентировано, тем нам и меньше энергии получим. Вот. Значит, естественно, что часто бывает так, что давно уже люди пытаются искать минимумы функций, аналитический, ну, вид которых им неизвестен. И это достаточно давно происходит. И в нашем случае есть ещё некоторые, ну, не то что осложнение, с точки зрения тематики, не какое-то не осложнение, это просто дополнительный счёт. Это то, что у нас три переменных на каждом атоме. То есть у нас 3N, большой, это вот такой вот вопрос количества переменных. Естественно, что у нас есть несколько типов алгоритмов, которые позволят это решать. На самом деле эти алгоритмы, они не имеют какого-то специфического отношения к биополимерам, к структурному моделированию и так далее. Это стандартные алгоритмы, которые вы сможете найти в математике, для поиска действительно экстремумов, для функций, вид которых вам неизвестен. И это, в общем, более-менее стандартные численные методы, которые, которых можно почитать где-нибудь ещё. Тем не менее, я кротко о них всё-таки расскажу. Значит, естественно, они все делятся на два больших класса. Это без использования производных и с использованием производных. Но почему производные используются, это вам должно быть очевидно, потому что со школой мы знаем, что если у нас производные, то это у нас какой-то экстремум. Ну, естественно, то, что использование первой производной, это говорит нам о чём-то. Второй производный, знак её нам может говорить уже о том оградиенте, по большому счёту. И, естественно, то, что большинство методов, которые работают, численных, они основаны на том, что они ожидают, что функция гладкая и, в принципе, скатывается в одном направлении. Поэтому какой разумный вывод можно сделать после этого? Что все эти методы приведут нас к какому минимуму? К локальному, естественно. То, что ожидает, может быть, к локальному. Если вы находитесь вблизи с глобальным минимумом, тогда, наверное, вы попадёте в глобальный. Но, тем не менее, ожидать того, что с помощью этого метода сможете преодолевать потенциальные барьеры, нельзя. Понятно почему, да? Потому что если вы ползёте по поверхности энергии, то как только у вас производная начинает менять знак, вы сразу думаете, что вы нашли какой-то минимум. А это не минимум, а какой-то локальный вот закуток. Вот. Естественно, то, что методы немножко различаются по идеологии, и некоторые из них работают лучше для маленьких систем, некоторые работают лучше для больших систем. И для маленьких систем, в данном случае, естественно, мы будем говорить об квантово-механических расчётах, потому что там количество частиц у нас небольшое. Как вы думаете, при оптимизации геометрии в квантовых расчётах у нас что является субъектом контроля? Зачем мы смотрим? Естественно, за энергией системы. А что мы двигаем? Ну, естественно, мы двигаем ядра. Только ядра. Мы считаем, что электроны у нас каждый раз расчитывают электронную плотность до данной конфигурации ядер. Это в общем, я надеюсь, что я разданю, что в квантах у нас всё висели, состоя в том, посчитать, где находятся электроны при данной конфигурации ядер. Естественно, то, что минимизация геометрии с точки зрения квантовых расчётов, это много-много раз расчёт электронной плотности для разных конфигураций ядер. До тех пор, пока у нас энергия с вами от смещения ядер не будет изменяться на очень маленькую величину. Ну, или на какую-то, как мы считаем, маленькой величиной. Естественно, что в случае же, когда мы говорим о молекулярной механике в силовых полях, у нас, естественно, всё то же самое. Объект интересный от ядра, но электронов там физически нету, поэтому всё изменяется импотенциалами и частиц гораздо больше. Итак, есть метод простой, который называется симплекс. Ну, понятно, почему он простой. Это скопирую картинку. Это попытка разделить пространство на всякие, скажем так, ноды и ползать по этим нодам до тех пор, пока вы не найдёте минимальное значение энергии. То есть постоянно изменять координаты атомов, смотреть, как от этого изменяется энергия, и решать, стоит ли в эту сторону менять координаты атомов. Естественно, что здесь всё работает очень просто. Что, когда изменяются координаты атомов, вы пытаетесь их подвинуть так, чтобы сила, действующая на них, была минимальна. То есть смещаете в ту сторону так, чтобы минимизировать силы. Естественно, что использование производных в данном случае более предпочтительно, потому что может вам сказать, насколько у вас является ли это место. минимум, максимум или точка перегиба. Ну, много интересных вещей можно узнать с помощью производных. Точнее немного, о которых я сказал. Итак, у нас с вами есть, представим, что наша функция социальной энергии от координат атомов это некий ряд. И, собственно говоря, X-кейты это матрица векторов, которая описывает состояние системы. Ну, понятно, почему X-кейты это матрица векторов. Гораздо удобнее манипулировать атомами. Прозумевает, что один атом имеет один вектор. А вектор это XYZ. Да? Что-то там интересное нашли? Давайте. Название. Название? О-о-о-о, да. Ну, опечатался. Значит, естественно, то, что в данном уравнении каждый элемент матрицы это первая производная по одной из переменных соответствующей матрице векторов, матрице энергии. И таким образом вы получите матрицу 3N на 1. И, естественно, вторая производная, это уже двойная матрица получится, там, где у вас есть, соответственно, комбинации производных по XY, XZ, YZ. Потому что у нас все-таки 3 переменных. И, собственно говоря, вторая матрица, это называется не что иное, как гисян-система. Просто это очень удобно запомнить. Это набор вторых производных по всем координатам. Итак, самый, наверное, быстрый и на сегодняшний момент активно используется алгоритм это степис-десент, именно для биополимеров, который называется еще по-русски алгоритм на скорейшего спуска. Суть идеи очень проста. То, что вы оцениваете, начинаете двигаться вдоль общей силы системы. Естественно, что здесь в данном случае мы нормируем движение с точки зрения атомов для каждого атома пропорционально самой максимальной силе системы, для того, чтобы просто понять, куда нам двигаться именно в относительных единицах. И, естественно, в данном случае, что здесь есть несколько вариантов. Первый вариант – это когда вы ползаете по одному измерению. Это понятно как? Нет? Когда вы берете производную просто только по х. Потом нашли – да, хорошо. Берите снова по х, а у вас производная уже начинает менять знак. Не то. Хорошо. Пойдем по у и так далее. И по z. То есть это как бы такие квадратные движения. Естественно, что в данном случае можно что-то пропустить. Но, тем не менее, это достаточно главное, что это работает быстро и занимает мало памяти. Что очень важно для тех систем, когда у вас очень много атомов. Ну, частиц, которые вы исследуете. Второй вариант – это изменение шага. Естественно, то, что смещение это, оно может идти с разной амплитудой. Здесь очень все должно быть интуитивно понятно. Если у вас оказывается, что вы сделали какое-то смещение стартовое, это, допустим, 0,02 ханкстрема, или 0,2 ханкстрема, неважно, и оказалось, что это смещение привело к уменьшению потенциальной энергии, то следующее смещение вы можете сделать на больший шаг, ожидая, что тем самым вы сократите вероятность счета. Если это смещение уже, оно же было, значит, если 0,2 ханкстрема, умножаем на, как здесь написано, на 1,2, получается 2,4. 0,24 ханкстрема, следующее смещение. Я сказал, что это смещение привело к тому, что у вас энергия выросла, то дальше вы не принимаете эти координаты, а от стартовой, от исходной координаты делаете уже маленькие шажки. Большому счету это, если визуально рисовать на доске, это могло бы выглядеть вот так. Вы, допустим, находитесь здесь. Пошли, вот сюда попали. Естественно, что отсюда вы можете сделать следующий шаг, он будет гораздо больше. То есть он на 1,2. Вот сюда. Давайте так упростим, чтобы он был побольше еще. Вы попали сюда. Значит, если мы, вот если мы отсюда попали сюда, у нас принимается это состояние. И мы его сохраняем. Но если мы отсюда попали сюда, то есть у нас энергия увеличилась, то мы, на самом деле, вот это состояние у нас не принимается, а мы идем маленьким шажком, который в 5 раз меньше, чем исходный шаг. И сразу оказываемся вот здесь. А отсюда, собственно говоря, мы можем сделать снова большой шаг. Оно снова не будет принято. Мы снова делаем маленький шаг. И таким образом попадаем в нужное место. Понятно логика? Это достаточно простой алгоритм. И главное, что он очень быстро работает. Второй алгоритм — это алгоритм сопряженных градиентов. Ну, здесь все очень, не менее, должно быть понятно, интуитивно даже. Естественно, что в данном случае вы берете вторые производные для того, чтобы найти градиенты. По этому градиенту у вас, если было движение в сторону минимума, то если вы потом делаете, если у вас происходило движение с уменьшением энергии, то последующее движение будет учитывать то, насколько сильно изменилась энергия в предыдущем шаге. Собственно говоря, этот алгоритм сопряженных градиентов на самом деле достаточно медленный, когда у вас система находится вдалеке от какого-то минимума. Но если она находится близко к минимуму, то он достаточно эффективен и быстрый. И позволяет найти хорошее состояние, которое характерно для системы в этом локальном минимуме. Здесь надо признать, что этот алгоритм используется реже, но он используется для весьма специфической цели. Это анализ нормальных мод колебаний. Что это значит, как вы думаете? То есть для того, чтобы провести анализ равновесных колебаний атомовый белка, используют вот этот вот метод. А зачем этот анализ нужен? Вот что нам даст информация о колебании пружинок вокруг своего оптиума? Колебания связи и углов вокруг своего оптиума. Можно мы рассчитывать, какое количество времени у нас проводится в каком состоянии? Наверное, насколько это вы? Нет, это немножко все проще. Это не для того, чтобы нам найти какую-то действительно важную информацию, которая нам полезна для того, чтобы сравнить результаты нашей структуры или результаты нашего моделирования с каким спектром. Нифрокрасный. Все верно. Потому что именно нифрокрасный спектр отписывает колебания вокруг связи и углов. Естественно, для того, чтобы нам найти самое… Естественно, мы полагаем, что в растворе у нас белок находится в состоянии, близком к какому-то минимуму, колеблется вокруг этого минимума, его связи. Ну, то есть, естественно, надо учитывать, что есть и температура и прочее. Ну, и, наконец, на сегодняшний момент, наверное, самые современные хорошие методы – это методы, основанные на методе Ньютона… Вообще-то, я, наверное, неправильно написал. В Википедии написано в русском, что это не рапсон, а рафсон. Ну, это все зависит от того, как вы желаете использовать. Вот. Идея очень проста. Значит, то, что у нас, естественно, опять мы можем разложить нашу функцию в некий ряд, и если у нас функция квадратична, то мы можем попытаться найти некую точку, в которой, естественно, у нас первая производная равняется нулю. А что, на самом деле, это вот по-человечески-то значит? Знаете такой метод касательных, последовательных касательных? Вот это и есть метод Ньютона и Рапсона. Его идея стоит в том, что вы, стояло с каким-то шагом, рисуете как бы касательную к неизвестной вам функции. И рисуете это до тех пор, пока у вас, естественно, касательные будут иметь какой-то наклон. Это определяет у вас, уменьшается функция или увеличивается. И набрав какое-то количество касательных, вы постепенно сужаете окно, которое описывает эту функцию. И тем самым вы находите с помощью именно уже второй производной или обратного гисиана место, в котором у вас эта функция имеет минимум. Естественно, что основное ограничение на применение подобного метода это не что иное, как факт того, что производная должна быть непрерывной. Правда ведь? Ну и сама функция, первая, сама функция, которая способна для энергии, должна быть непрерывной. Потому что нельзя построить касательную к функции, которая имеет разрывы. Это очевидно? Хорошо. Значит, естественно, и вторая производная тоже должна быть непрерывной. Но на самом деле, если мы... Ведь трудно себе представить функцию потенциальной энергии, какую-нибудь молекулу, которая прерывна. Или вы можете? У меня пока фантазии не хватает. В каком-нибудь случае функция потенциальной энергии была прерывна. На самом деле, наверное, ни в каком. Но я не могу себе это представить. Если вы можете, посоветуйте, а то мало ли, может, я уже фантазию совсем растерял. Естественно, что на основе вот этого метода последовательных касательных у нас существует уже некоторая производная, которая называется квазонеттоновские методы. И они все называются в разных фамилии разных исследователей. Естественно, вот этот метод, его производная, которая реализована в пакете в макулярной динамике громкс LBFQS, он позволяет вам эффективно преодолевать достаточно проблемные минимумы, которые, допустим, вот так получилось, что у вас... Помните, вы присоединяли метку, да, к белку? Ну, а здесь можно будет с помощью громкса, если бы вы это делали, это можно было бы так, метку положить просто рядом, объявить, что там между ними есть связь, привести минимизацию энергии, и она появилась бы. То есть все придвинулось бы, все оптимизировалось бы, и самой, и без всяких манипуляций с трансионными углами и всем прочим. То есть этот метод, который позволяет достаточно эффективно перескакивать через какие-то, в общем, барьеры, то есть не повисает, как только у вас там энергии станутся либо слишком большими, либо слишком маленькими. То есть слишком большими. И вот. Вот. Естественно, то, что мы с вами обсуждали, это относится к тому, что когда мы ищем минимумы. Но нередко бывает так, что, естественно, первая производная, она равняется нулю не только в минимуме. Правда? Здесь написано. Она может равняться нулю и в точке перегиба. Кто-нибудь знает какую-нибудь функцию красивую, в которой есть точка перегиба? А? Ну да. Кубическая. Верно, да. Значит, естественно, там есть точка перегиба. А что? Нет. Нет, 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 перегиб это. Вот это, это минимум. А вот это, это перегиб. Вот. Значит, естественно, что в данном случае понять, о том, является минимум это или перегиб, это для нас иногда будет очень важно. Почему? Потому что в точке перегиба может соответствовать у нас какое-нибудь интересное химическое состояние. Здесь не написано? Написано? Нет, обычно бывает. Обычно бывает написано. А-а-а, я стал хитрее, да? Ну да, да, естественно. У нас, в чем их идея любого переходного состояния? Вот мы с вами любим рисовать вот такой график, да? Любите такой график рисовать? Ну, в качестве какого-то простого примера, от того, что у нас есть первое состояние, последнее состояние, между ними это что? Дельта-ж. А это что такое у нас? Энергия активации. Вот. Естественно, что в реальности, в многомерном пространстве график выглядит, естественно, не так. Правда ведь? Он выглядит, вот если бы у нас было все очень просто, вот в каждой этой точке еще такая вот парабола. Вверх, да? Ну, если мы его простим. Это был бы такой путь по каньону с каким-то, в общем, меню. Где вот ручьев течет, он же тоже прибегает к камешке, ну, потому что у него по краям берега, а вот по руслу еще есть возвышенности и, естественно, и водопадики маленькие. Вот это, собственно, и примерно то же самое относится к этому. Именно в этом случае это и оказывается, что у нас вот это будет точка береги. Вот и вот многомерные функции. Естественно, поиск таких точек бывает очень интересен. в том случае, когда у вас, естественно, происходят какие-то забавные процессы. И, естественно, вот для того, чтобы найти эту точку, обычно для квантовых систем используют, естественно, вот соответствующие методы оптимизации геометрии, с учетом того, что вы ищете именно точку перегиба, а не точку минимум. Вот, значит, естественно, что отсюда следует, что в минимуме у нас гессиана, это вторая производная, да, все значения должны быть такими положительными. ну, в максимуме. В максимуме, надо будет считать, что нас вообще в принципе не существует для поверхности специальной энергии. Вопрос, почему? Да, если мы атомы стопаем, будет бесконечность, поэтому у нас максимума нет. Значит, поэтому у нас, то есть, может быть, формально есть бесконечность, но мы это не считаем. Вот, и естественно, то, что с точки перегиба вот одна из двойных производных должна быть у нас одна, должна быть желательно только одна, должна быть отрицательной, а все остальные положительные. Хотя, чисто теоретически, вот правильное осуждение об этом, говорю бы, что таких производных должно быть сколько? Да нет, ну, смотрите, у вас есть какая-то абстрактная система, из которой вы можете найти кучу вторых производных, потенциальной энергии. Вот в этой точке, если все остальное вверх, это мерное пространство, сколько должно быть отрицательных производных? Если каньон постоянно не спадающий, но в этом случае это у нас еще бугорок. Да, две, естественно. Потому что вы можете попасть и сюда, и сюда. Но, естественно, то, что мы часто не можем найти в пространстве x, y, z так легко вот это место. По очень простой причине, что оно спрятано. Оно может быть, наверное, педагонали, там, еще как-то. В общем, это все очень непросто находить. Поэтому именно вот расчет производных позволяет нам все это дело находить. А, ну вот, собственно говоря, и переходное состояние. Как вы думаете, то, что вы видите у себя перед глазами, это что за реакция? Какое? 2, конечно. Значит, это СН2-замещение, ну, ожидаемо в данном случае ион-хлор атакует CH3-бром. Это, в общем, более-менее стандартная, вы должны знать, из химии, это ее кардинаты реакции. Естественно, что в данном случае у нас есть минимумы, которые соответствуют предкоррекционному состоянию, есть переходное состояние, которое на самом деле является каким-то минимумом для всего этого вот кондиона, по которому счет ручеек, и конечное состояние. Надеюсь, вы здесь меня простите, то, что у меня вот этот минимум не ниже. А то я что-то не придумал быстренько, но против функции, так, чтобы еще и ниже было бы. Хотя, в принципе, достаточно просто. К этому, вот к этому двум косинусам от них надо отнять еще минус х. Отнимайте, тогда будет все немножко падать. Вот. Вот, собственно говоря, еще раз напоминание о том, почему нам это важно. Почему и как мы будем искать вот эти состояния. Просто ведь если мы моделируем реакцию, то мы никогда не можем знать о том заранее, в каком месте у нас реально настоящее приходное состояние. И только вот сам факт, что у нас только две производные являются отрицательными, позволит нам это дело найти. Ну, тут опять все то же самое. О том, что мы подходим к этому приходному состоянию, одно из собственных значений, естественно, становится отрицательным. И тут нам, единственное, что запомнить, что вот это место является именно квадратичным областью переходного состояния. Естественно, таким образом мы ищем. Вот простой пример. У нас есть тут в этой системе два минимума. Естественно, переходное состояние — это вот это. Я здесь нарисовал функцию, кстати, придумал, о том, как вот это вот все это можно визуализировать. Естественно, если мы берем вторые производные, уже это аналитические функции, мы же можем брать их численные, а можем брать аналитические. Здесь просто аналитические, чтобы было удобно понимать. То тогда мы, собственно говоря, у нас соответственно, в GSEAN этой системе будет вот такой. Почему он такой? Давайте обсудим. Почему это матрица? Да. Хорошо. Значит, естественно, что подставляясь в различные значения, мы получаем, что в этой точке 1.0, где у нас точка 1.0, давайте. 1.0. Не хочу, чтобы вы спали. Значит, у нас будет глобальный минимум. У нас поэтому либо нули, либо положительные значения этого GSEAN. А вот в точке 0.0 у нас оказывается, что у нас нули и положительные, и, собственно говоря, один отрицательные. Значит, у нас, оказывается, есть место, куда это сваливается, этой функции. Соответственно, причин формально, с точки зрения расчетов, нам достаточно иметь хотя бы один отрицательный GSEAN для того, чтобы найти наш минимум. Естественно, что алгоритмически это делается очень просто. Когда вы делаете какие-то... Во-первых, это итеративный процесс. У вас постоянно, вы меняете координаты и добиваетесь того, чтобы у вас было изменение энергии какой-то. А вот насколько хорошо и в какую сторону надо менять эти координаты, вы определяете на основании результатов вычисления производных и всего прочего. Естественно, что для маленьких систем вы можете сразу генерировать большой набор координат в округе, в случайном образом, не случайном. И для всего этого набора координат посчитать энергии и, собственно говоря, попытаться уже построить аналитически... не аналитически, а построить какую-то поверхность на основе точек. И потом по этим точкам находить производные, куда вам двигаться. Естественно, что в большинстве случаев это не работает для больших систем. Потому что это будет как-то оверкил. И для больших систем, как правило, все это происходит так, что происходит движение по координате каким-то, там X, Y, Z или там по диагоналям, до тех пор, пока у нас в общем мы можем детектировать эти смещения. И естественно то, что если вы возьмете использование первых производных, то вы можете использовать поиск минимума для первых производных, вы можете ошибиться и найти не то, что вам надо. Вот. Вот теперь традиционный вопрос. Как вы думаете, когда мы нашли вот эту вот энергию, которая соответствует минимуму, является ли это достаточным для того, чтобы отписать все физико-химические свойства этой молекулы? Наверное, нет. Потому что, ну, как я уже, наверное, говорил, то, что нам важнее всего понимать не только, как выглядит оптимальная геометрия молекул, нам важно понимать, именно какие она состояния может занимать в каких-то условиях. Какие у нас условия есть? Ведь то, что мы находим минимумы для геометрии молекул, мы, скорее всего, находим их где? В вакууме, естественно. Вот по очень-очень простой причине. По той, что в том, о том, что я сейчас вам рассказывал, это расчет потенциальной энергии, просто на основе силового поля. В этом силовом поле где-нибудь слово энтропия встречается? Нет. Потому что энтропия у нас появляется из разнообразия состояний. Разнообразие состояний у нас появляется из движения, из чего-то еще, из какой-то набор информации ансамбля. И, естественно, в связи с тем, что мы, надеюсь, с вами уже договорились, то, что электротические эффекты, их эффективность, гидрофобный эффект, все это зависит от растворителя, естественно. И если это так, то у нас, если у нас нет растворителя, нет его тоже конфигурации, его расположения разных, то мы такие вещи определить не можем. Поэтому, когда мы проводим оптимизацию геометрии, ее надо делать, естественно, только в вакууме. Просто в других случаях это кажется неразумным. Однако есть одно маленькое исключение. Часто бывает так, это я вам говорю, а, давайте я расскажу, когда мы до этого дойдем. Вот. Так, про ансамбль я сказал. В принципе, теоретически, уроний Шредингер еще имеет в своем… Мы с вами, когда рассматривали все это введение в квантовую химию, уроний Шредингер мы рассматривали как временно независимое. Время независимое. Тем не менее, там есть потенциально какой-то составляющий, который отвечает за время. Но, естественно, для нас это все нерешаемо, потому что, помните проблему о n-тел, да? Если у нас тело больше, чем 2, то аналитическое решение нет, аналитическое решение нет. Естественно, и проблема времени, в принципе, отпадает. Естественно, что когда мы используем уравнение простой классической физики, то у нас под действием силы происходит что? Можно ожидать во времени. У нас вот есть атом, есть время, есть сила. Что с ним произойдет? Он будет двигаться куда-то. Значит, естественно, это ожидаемо будет двигаться. Двигаться, естественно, как мы подозреваем, будет двигаться с ускорением. Правда ведь? И это ускорение будет обратно в пропорциональной массе. Таким образом, в принципе, потенциально мы можем следить за эволюцию системы во времени. Таким образом, можно представить себе, что наше саловое поле, с помощью которого мы можем посчитать энергию системы, можно использовать по большому счету в двух основных применениях. Это исследование молекулярной динамики, то есть это исследование эволюции системы во времени. И второе, это поиск всех возможных информаций методами Монте-Карло. А именно, у вас уже были какие-нибудь алгоритмы, методы Монте-Карло, метрополис? Слово метрополис. Было? Было наверняка есть? Слово было. Слово было, ну отлично. Значит, я могу честно сказать, что вы это знаете. Поэтому, естественно, в таком случае вы можете предпринимать некое сканирование пространства, используя случайное изменение координат и принимать или не принимать разные конформации по каким-то причинам, а не по уменьшению энергии, тем самым накопить количество конформаций, которые отвечают, условно говоря, какому-то диапазону КТ вокруг глобального минимума. Естественно, такой набор конформаций тоже будет отчасти помогать описать физико-химические свойства. Но если в эволюции во времени у вас есть скорость, то в случае Монте-Карло моделирования никаких скоростей у вас нет у атомов. А если нет скоростей, какого нет физического свойства? Ну, энтропии раз, а еще, ну, наблюдаемого. А? Температуры нету, да, и еще что нету? Нет, наблюдаем. Вот смотрите, вот вы пришли домой с учебы, решили сделать себе кефир. Да. Можно сделать воду пообыстренько, можно сделать кефир, а кефир не выливается. Какое свойство это? Вязкость. Естественно, вязкость, она связана тоже с скоростями частиц в этом, при данной температуре, да, томленном растворе. Какие растворы у нас более вязкие? Почему они вязкие? Почему кефир вязкий? А жир. Жир. А жир, ну, чем отличается от воды? Ну, предел должен быть жидким тогда. Правильно, все очень просто. Тут есть две компоненты. Можно, они между собой, могут быть легкие, молекулы между собой связываться, да? Ведь чем вода от сероводорода отличается? Потому что она крепко связывается между собой, а сероводород связывается не очень хорошо, поэтому так хорошо пахнет, хорошо испаряется. А в кефире у нас плавают тяжелые молекулы, которые между собой могут связываться не очень хорошо, но при этом из-за того, что они тяжелые, они медленно двигаются, поэтому это вязко. Так, ну, теперь давайте будем перерыв устраивать. Давайте. Итак, что ж такое молекулярная динамика? На самом деле, что ты говоришь, что это наблюдение за эволюцией системы во времени. Ну, вы уже видели всякие мультики про то, как что-то шевелится. Если оно шевелится, естественно, это какая-то вот что-то, эволюция координат, в данном случае, как минимум, во времени. Как это все происходит? Происходит очень просто. Если у вас на каждый атом действует какой-то набор сил, то вы через какой-то дельта Т можете узнать, насколько он сместится. После чего вы заново считаете силы, действующие на атом, и так очень-очень-очень много раз. Почему много? Потому что, как вы думаете, это смещение, оно будет каким? Нет, не хаотично. Ну, я имею в виду, вот. У вас есть Т1. У вас есть сила, действующая на атом. Пинок по мячу, да? Мяч как полетит? Прямо. Куда его пнули? Вот именно по положенной стороне пинания. Естественно, что если у вас, вы посмотрите за мячом, но в случае же вот этих плотных атомных систем, вы не можете пнуть и думать, что он улетит куда-то далеко. Он должен улететь ровно настолько, насколько вам надо, чтобы это не явно превышало длину эквивалентной связи. Соответственно, тогда дельта Т, как вы думаете, с чем он должен равняться? Ну, время, да, через которое мы заново будем считать силы. А? Ну, оно какое-то должно быть чему-то соответствовать, да? Вот чему оно должно соответствовать? Ну, да, какой-то период у колебаний, правда? Период у колебаний какой связи, как вы думаете? А? Ковалентно, ну да, это хорошо. Какой именно? Ну, ЦС, да. Но, с другой стороны, это у нас обратно пропорционально массе, правда ли, смещение? Чем легче атом, тем дальше улетает, правда? Тогда какую надо связь смотреть? ЦАЖ, все верно. Ну, там ОАЖ, ЦАЖ, все что угодно. Вот. Естественно, что для вас не секрет, ну, может быть и секрет, с какой частотой у нас колеблется ЦАЖ связь? Да, порядок фемтасекунд. Вот. Естественно, что для того, чтобы считать это будущее смещение с какой-то Δt, нам нужно иметь, можно прийти банальнейшим способом, взять, складывать скорость и прочее. Это вот один из таких примеров, это вот наш алгоритм Верле. Все очень просто. У вас есть ряд и так далее, и тому подобное, и у вас прощается простая формула. В зависимости от того, какие у вас были известны стартовые координаты и Δt, вы можете рассчитать будущие координаты. Вот и все. Значит, естественно, что этот алгоритм из-за своей линейности может быть... Вообще-то все, любой алгоритм, который вам предсказывает координат, должен быть, по идее, линейным. Потому что у вас есть только сила и как она действует, но и стартовая скорость. Естественно, вы можете делать разные поправки. Но более эффективным оказался алгоритм прыгающей лягушки. Если хотите, могу нарисовать. Почему это прыгающая лягушка? Я хотел скопировать чужую картинку, а потом подумал, что лучше нарисую свою. Но закопался, не сделал этого. Вы смотрите, да, здесь на экран? На то, что там вот здесь написано, да? Скажите, что нужно нарисовать в этих точках? Какую букву? Дельта? Нет. Дельта Т — это вот она. Ну, хорошо, маленькую дельта. Что это за точка? У вас есть три уравнения. Вот даже, скажем так, вот даже два уравнения. Если здесь я ставал Т1, Т2, Т3 точки. То, что здесь у нас должно быть. Не обращайте внимания, может быть, не той размерности вы еще. Просто. Это когда мы замечаем... Я хотел, чтобы вы поняли, что ключевой момент — это то, что скорости у нас измеряются не в тот момент, когда у нас находятся координаты, а в тот момент, когда в среднюю между координатами. Вот почему это прыгущая лягушка. Ну, не знаю, почему, кстати. Но, тем не менее. Скорость определяется у нас таким вот хитрым способом. И чего это делается? Здесь, что у нас все равно закон линейный смещения атома. Вот этим самым мы как бы пытаемся определить скорость посередине каждого прыжка. Если мы определяем скорость посередине каждого прыжка, то у нас получается некая общая поправка на то, как должен двигаться атом чуть более достоверно. И на самом деле этот алгоритм работает очень быстро и позволяет им гораздо более устойчив к каким-то проблемам. Это называется алгоритм липфрок. И вот я вас немножко попробую, буду спрашивать, чтобы вы это помнили. О чем тут суть? Вот. ЭТР на самом деле один главный интересный концепт про нуклеирование, нуклеарной динамики, это то, что есть такое понятие, как периодические граничные условия. К чему все это? Когда мы с вами что-то мобилируем, движение, и мы пытаемся следить за эволюцией системы. Это означает, что у нас какой-то атом или какая-то молекула жили и жили себе и куда-то поехали. Вот он будет двигаться постоянно в какую-то сторону. У нас ведь мы с вами полагаем, что мы не можем считать безграничный объем. Ну, потому что у нас должно быть какое-то граничное количество частиц в рассматриваемой системе. Если какое-то граничное количество частиц, говорят, что дошел до границы, иди обратно, отскакивай по какой-то причине. А мы же попытаться, но в связи с тем, что у нас получится стакан очень маленький, то формально в нем уже должны наблюдаться очень мощные капиллярные силы и прочее, и прочее. Это все не очень хорошо. Поэтому для того, чтобы как-то этого избежать, был предложен использовать такое условие. У кого-нибудь из вас был телефон Nokia? Такой кирпичок. Там была игрушка-змейка, правда есть? И вот, а? Ну, я так сказать, чтобы быть уверенным, потому что, мало ли, разбирать из телефонов, наверное, неплохо, особенно в выборах на телефонах. Поэтому, когда эта змейка на первом уровне доходила до стенки, что с ней происходило? На первом? Она выползала с другой стороны. Ну, как-то, либо на первом, на втором уровне она точно выползала. Потом, когда стали на последующих уровнях, там уже появляется настоящий стакан. Так вот, когда змейка выползает с другой стороны, это и есть, по сути дела, реализация периодически граничных условий. То есть, у нас есть молекула вот в нашем квадратике, которая двигается вот в эту сторону. И по этому условию она должна появиться ровно с противоположной стороны, как змейка. Что это значит с точки зрения оценки взаимодействия и всякого влияния? Что формально у нашей системы есть симметричное отражение со всех сторон. Понятно? Таким образом, у нас получается, что рассматривая нам систему, получается некий бесконечный большой объем чего-либо, единственное, с одним артефактом явления. То, что у нас там во всех отражениях молекулы двигаются симметрично. Это может быть приводить к забавному проблему, а может не приводить. вот, допустим, пример того, как это может приводить к проблеме. У нас в зависимости от размера ячейки и амплитуда колебаний какого-либо полимера может быть такова, что он может сам с собой взаимодействовать через стены ячейки. Понятно, почему, да? Ну да, он просто залезает с этой стороны и в итоге сам себе в затылок утыкается. Это все не очень хорошо. Почему? Потому что на простом примере если ячейка маленькая, то оказывается, что утыкаясь сам в себя, он сам себя как бы стабилизирует и замыкает. А на самом деле если мы увеличим размер бокса, то мы увидим, что действительно на самом деле его динамика гораздо более разнообразна. Поэтому в этом случае надо иметь в виду, что слишком маленький размер ячейки приводит к тому, что через возможность существования взаимодействия через периодические граничные условия. Естественно, что очевидно отсюда, что ячейка должна быть какой-то типа квадратной либо прямоугольной. Действительно ли это так? Какой формы должна быть ячейка для того, чтобы ультарять периодическими граничными условиями? Шарик? Шарик у вас не получится замостить весь объем, у вас получатся дырки. Ну да. Собственно говоря, фигуры таких могут быть много. И допустим, лекциональная призма. Как вы думаете, почему эти фигуры могут быть разные? Для чего это делается? Почему они все время делают все в кубики? Ответ очень простой. Если у вас белочек это логоватый цилиндр, то зачем вам то, когда вы делаете кубик, то у вас получается очень много пустого места, которое заполняется водой. А если оно заполняется водой, а мы считаем, что мы будем смотреть эволюцию во времени, эволюция во времени нам нужна для чего? Для того, чтобы правильно оценить информационное разнообразие в растворителе, растворителе нам нужно для того, чтобы правильно понять влияние гидрофобного электрофактического эффекта, естественно, нам нужна вода в явном виде. Если она там у нас будет, то у нас и вязкость будет, и все хорошо, но чем больше воды, тем, естественно, медленнее счет. Поэтому, если у вас белок имеет какую-то специфическую форму, то можно попытаться побороться за то, чтобы воды было немножко меньше, либо она была равномерно распределена вокруг исследуемого объекта. Понятно, да? Хорошо. Естественно, что, как тут было сказано, существуют и сферические граничные условия. Чем сферические граничные условия отличаются от периодических граничных условий? Тем отличаются, что они не периодические, они просто сферические. Естественно, что в этом случае мы говорим, что нас интересуют объекты определенного типа, например, капли жидкости, интервальсовые, кластеры и прочие, 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 гетерогенные системы. И во всех этих случаях, конечно, для нас очень более-менее не важно, чтобы у нас то, что мы моделируем, являлось по большому счету бесконечной одной гомогенной фазой. Ведь раствор белка в воде это гомогенная фаза, потому что раствор, наверное, истинный. Правда ведь? Помните, что такое истинный раствор? Там, где у нас каждая молекула растворенного вещества окружена молекулами воды. Вот. Потому что бывают неистинные растворы, это всякие мицеллирующие и прочее. Значит, естественно, что при подсчете подобного счета по подсчете молекулярной динамики основная тяжесть счета у нас ложится, как я вам и рассказывал, в случае своих полей на расчет неквивалентных взаимодействий. Неквивалентные взаимодействия, в том случае, это у нас кулоновские взаимодействия в интервайсах в виде функционирования Джонса. Естественно, что, как я как говорилось, эти взаимодействия у нас нужны двойные суммы, тяжело считать и так далее. Поэтому, как правило, используется такой концепт, как список соседей, который обновляется не так, не каждый раз, когда мы считаем. Считается, что если у нас список соседей, не изменяется там 10-20 шагов моделирования, что, в принципе, позволяет уже несколько сократить счет. тут написано, что подсчет именно взаимных расстояний это самое долгое с точки зрения обсчета. Естественно, что, когда у вас конденсированные системы, то есть не газовые системы, каждый действительно 20 шагов у вас, скорее всего, ничего не меняется. Тем не менее, несмотря на все вот эти вот, то, что мы, я вам говорил, ухищрения по ускорению счета, давайте хотя бы вспомним, что вы знаете о молекулярных движениях белка какого-нибудь, в каком диапазоне они могут происходить. Время. Нас сейчас интересует, если мы наблюдаем за эволюцией, нас интересует, сколько времени нам нужно наблюдать, чтобы что-то увидеть. Давайте представим, ну, какой-нибудь фолдинг белка за сколько происходит? Маленький белок. Фолдинг? Пика? Микро? Или? Ну, то есть диапазоны могут быть совершенно разные, там, от микросекунд до, там, минуты, часы, все что угодно, да? Ну, то есть, мы все равно надо понимать, что быстрее микросекунд ничего не происходит. Поэтому, по большому счету, для того, мы сами же договорились, что у нас, мы не можем делать шагом мегрирование больше, мегрирование, фемтосекунда, потому что, или две фемтосекунды, сейчас объясню, как это делать, потому что у нас, иначе далеко улетит водород, а наблюдать нам нужно микросекунды, да? Так вот, микросекунды, это сколько шагов? Здесь написано, 5 на 10 восьмой, то есть 5 на 10 восьмой раз нужно, то есть, сколько у нас там, 500 миллиардов, или 500 миллионов, 500 миллионов раз посчитать все взаимодействия и так далее, и так далее. Естественно, что все это достаточно медленно. То есть, это нельзя сделать мгновенно. Естественно, для таких целей обыкновенные компьютеры, домашние, мало подходят, но, тем не менее, даже если они имеют графический ускоритель, то это несколько помогает. На сегодняшний момент есть, ну, достаточно много разных реализаций нукулярной динамики, в которых используются графические ускорители. Знаете, что такое графические ускорители? Вот у вас в компьютерах есть процессор, правда? Это штучка, которая что-то считает. А есть еще другая штучка, которая считает компьютерные игры. Знаете, вы заметили, что всякие люди, которые интересуются компьютерными играми, они тратят много денег на покупку видеокарт. Вот. Это, конечно, вызывает возмущение у тех, кто не увлекается компьютерными играми. Но в этой видеокарте что есть, на самом деле? Там есть еще процессор. И этот процессор, он имеет некую другую структуру. Он делает очень простые однообразные операции, но очень быстро. То есть там очень много, допустим, в современных процессах NVIDIA, по-моему, 2-3 тысячи маленьких процессоров, которые делают очень простую операцию. И, естественно, это называется потоковые процессоры. И неудивительно, что в случае молекулярной динамики можно скармливать однообразную, написать программу, которая будет скармливать на счет данные именно графическому процессору. Тем самым будет у нас какое-то ускорение. Это хорошо. Но на самом деле на сегодняшний момент можно себе представить даже другой случай, когда вот этот счет происходит не на специально придуманных процессорах. Для этих целей есть такой компьютер, называется Антон, который набит всякими специальными платами, которые именно делают то, что считают молекулярную динамику. Естественно, в этом случае ускорение является очень существенным. И действительно, я не знаю, какие последние работы, но миллисекундные шкалы, то есть триллионы шагов к большому счету достижимы с помощью этого компьютера. Естественно, что чем больше процессоров вы объединяете для одной задачи, тем быстрее это считается. Поэтому использование кластеров и суперкомпьютеров явно приветствуется. Вот. Другой аспект, кроме того, как можно увеличить компьютерную мощность, это попытаться увеличить шаг. И так у нас по определению получается, что разумный шаг для системы, в которой есть водороды, это атомы водорода, то есть одна фемтосекунда. Но есть некоторые алгоритмы, которые позволяют увеличить этот шаг в два раза. Почему? Как он работает? Очень просто. Вот примерно алгоритм Шейк, который делает следующее, что на основании текущих координат и знания действия сил на один из атомов, он смещает целую группу атомов. Предсказывает координаты для группы атомов. Почему это хорошо? Да очень просто. Вот смотрите, у нас было какое-то состояние воды, потом один водород на него подействовало очень сильно, на один атом водорода подействовала сила, у него связь вглянилась. По идее, следующим этапом, что должно произойти? Эта связь должна сильно уменьшиться, правда? Что у нас тогда будет происходить? Если у вас большой шаг. Если у вас большой шаг, у вас было нормальное расстояние между атомами, да? Через большой шаг у вас случилось, что оно увеличилось во много раз, да? Ну, не во много, в какое-то количество раз. Что дальше происходит за следующий шаг? Да, будет действие большая сила. И шаг у вас все еще остался большим, да? Потому что шаг это некая константа, которую мы задаем в самом начале. Вода у вас придет вот это. А что будет уже на следующий раз? еще больше, да? Это придет к резонансу и к тому, что у вас расстояние между отами просто они разлетятся. Поэтому, для того, чтобы этого не происходило, при более-менее большом шаге, используется такая вот поправка, когда, если у вас сильно удлинилась одна связь, то у вас приходит смещение и тяжелого атома, которые привязаны к водороду, и всего остального, что привязано к этому тяжелому атому. Ну, то есть, происходит некое распределение силы. Не расчет поэтапный всех движений, а просто скалирование сил для того, чтобы у вас вот эта большая сила была распределена между тяжелым атомом и его соседями. Люди пошли дальше, они даже стали создавать специальные конструкции, в которые объединяются не просто там рассматривая соседи одного тяжелого атома с водородом, но и более сложные конструкции. Естественно, что один из вариантов это просто увеличить массу водорода. В этом случае он будет улетать медленнее. Понятно, да? Другой вариант это объединять, строить такие структуры, как данес. Они в принципе работают с помощью таких вот матриц. Как это выглядит в реальности? У вас есть какая-то группа, вы являетесь, что у нее есть некая точка, которая является точкой приложения силы. Естественно, когда вы считаете смещение, вы считаете смещение этой точки и взаимное расположение всех атомов на этой точке на основании всех сил, действующих на эти атомы. Понятно? Давайте посмотрим. Как вы думаете, что это за группа? Какая вот что за конструкция пустышка описывает какую группу в этом случае? Просто водород? Один? Серенький это пустышка, черненький это атомы. Не, это группа, это составляющая белка. А? Да не, почему? Давайте логически следить. Мы сейчас пытаемся бороться с быстрыми колебаниями водорода. Ну, скорее всего, CH мы можем не учитывать, потому что мы можем построить силовое поле, в котором у нас водороды алифатические, заданные неявные. Помните, я рассказывал? То, что мы суммируем массу водорода с этим. Но нам все равно нужны те атомы водорода, которые способны разводить водородную связь в явном виде. Естественно, это должна быть какая-то группа типа OH. А вот следующая? Да, естественно, H2, любая такая группа. Естественно, что объединяя подобные группы в такие конструкции, вы можете сильно увеличивать шаг счета до 5 фемтосекунд. Допустим, 5-7 фемтосекунд. Это означает, что сколько? Если нам для 1 микросекунды раньше шагом 2 фемтосекунды нужно было сделать 5-10 восьмых шагов. То здесь, соответственно, во сколько раз меньше? Ну, в 2-3 раза, да? То есть в 2-3 раза меньше ждать, пока все посчитается. Это на самом деле очень существенный вклад. Итак, мы уже, допустим, для себя представили, что можно наблюдать за эволюцией системы. Она действительно эволюционирует как-то так, как-то так. Что, наверное, самое главное? Почему нам нужно смотреть за эволюцией системы? Нам нужно видеть ее динамику, нужно видеть ее скорость движения атомов, а они могут быть разные. Допустим, давайте рассмотрим ситуацию, когда у вас белок находится в своем глобальном минимуме, и вы запустите монокулярную динамику, что с ней будет происходить? Если он находится в глобальном минимуме, почему он должен колебаться? На него не действует вообще никаких сил. На АТМ. А почему они должны существовать? Нет, у нас, подождите, давайте, вы говорите о реальности, а я говорю о том, что о нашей построенной модели. Нашей построенной модели, у нас атом смещается, когда на нее действует сила. Правда? Откуда возьмется сила в данном случае? Нет, ну просто у вас длод находится в абсолютном глобальном минимуме. Почему он должен двигаться? Почему? Нет, ну вот у вас есть формула там f равняется m, а f равняется нулю, а равняется чему? Нулю. Все. Что делать? На самом деле и для этих целей существует такое понятие термостат. Естественно, в чем и суть термостата стоит. Термостат пытается изменить скорость атома таким образом, чтобы набор скоростей соответствовал бортинскому распределению скоростей, исходя из эксперимента атома. Ну а дальше все более-менее просто. Значит, естественно, что если у вас система находится в абсолютном минимуме, то и оказывается, что скорость близка к нулю, то она увеличивается, а если у вас система находится в очень неудобной позиции, то что будет происходить? Скорости должны быть большими, потому что у вас происходит релаксация и атомы начинают активно двигаться. И может случиться так, что скорость этих атомов соответствует температуре белка ну прям 100 градусов. Это плохо, это нереалистично. Поэтому для этих целей используют опять же тоже термостат для того, чтобы уменьшить с помощью масштабирования скорости до премиумов значения. Таким образом, мы с вами можем моделировать уже температуру, которая, собственно, нам и важна. Единственное, что сегодня вы будете исследовать разные способы моделирования температуры и увидите, что в некоторых случаях стахарстическая компонента важна. А в каких вы мне напишите сами. Вот. Естественно, что часто бывает, что нам нужно контролировать не только температуру, но и давление. Давление как мы можем контролировать? У нас с вами есть ящичек, в котором плавают молекулы. А? Конечно, изменять размер ящика. А по каким причинам мы должны его менять? Почему я должен изменить размер ящика? Вот я смотрю, двигаются молекулы. Почему я должен его менять? Как я буду регистрировать давление? Да, все правильно значит. Количество прохождения каких-то молекул сквозь стенку ящика в единицу времени. Очевидно еще. Чем больше у вас тыкается молекул какой-то воды в ящик, то тем хуже. Давайте посмотрим, где будет это работать или нет. Будет. квадратик. Изменяем размер ящика так, чтобы у нас получилось что? Прямоугольник и без слой. Собственно говоря, вот типичный пример того, где контроль давления чрезвычайно важен. И причем это называется асимметричный контроль давления. потому что у вас ящик изменяется непропорционально по каждой оси. Это может пропорционально изменяться, да? Изотропично. А может они изотропично изменятся. Итак, при подготовке системы к мутерной динамике сначала что делается? Вы описываете с помощью словового поля то, как взаимодействуют разные атомы между собой. Ковалентно, нековалентно и так далее. В большинстве случаев естественно для таких больших молекул, как белки, вы описываете это не вручную, естественно. Есть программа, которая на основании базы данных из PDB строит эту топологию. Что значит строить? У вас в PDB не написано ни расстояние между атомами, никакими между ними связей, точнее расстояние не написано, а связи нету. Никакой информации к валютной структуре нету. То есть эта программа по большому счету если видят, что у вас в PDB фале есть какая-то аминокислота, оно сразу подставляет под нее табличные значения атомов, констант в силовое поле для конкретных атомов из этой аминокислоты. Понятно. Если у вас нету, если у вас появилась неожиданно не та аминокислота, которая есть в базе данных, которая полагается к этой программе, то естественно она ее не обработает. и не построит для нее топологию. Это надо делать вручную. Понятно, да? А? Ну, в принципе, в большинстве случаев уже большинство интересующих объектов уже описаны. Но часто это бывает так, что не описаны. Но вручную это я немножко перегнул. есть некие программные обеспечения, которые позволяют дело упростить. Но тем не менее, те, кто делали молекулы этана, вот последнюю часть практики, наверное, должны были понять о том, как это делается. Надо высчитать все вот эти параболы, сделать фитинг, найти параметры жесткости этих парабол, найти заряды. Ну, врывальцево можно выдрывать параметры, можно опять по аналогии с самим славным полем, которое вы используете. Вот вы сегодня по аналогии и выберете нужные типы атомов. Так, естественно, после чего вы выбираете форму размера ячейки, производите, что-то плохо видно, ну, ладно. Выбираете, после того, как вы выбрали форму размера ячейки, желательно сделать так, чтобы ваш белок оказался в центре ячейки, здесь в некоторых случаях специальных, и после чего производите оптимизацию геометрии белка в этом вакууме. После чего надо добавить растворитель в эту ячейку и произвести утряску растворителя вокруг белка. Слово утряска смешное, правда? Нет, не смешное. А понятно, почему это надо делать? Вот почему. Вы видите, что здесь я добавил растворитель. Что тут не так? Ну, видно, какая-то периодичность, что он искусственно добавлен. Это неправильно. При том, что он добавлялся вот таким способом. был взят квадратик уравновешенной воды, которая просто проявляет все, то есть кубик, который проявляет все свойства нормальной воды, находящейся в фазе. И вот этими кубиками было забито все пространство. После чего те молекулы воды, надрывайцевые радиусы которых пересекаются надрывайцевыми радиусами белка, удалялись. Таким образом у нас получился раствор белка в воде. Но это привело к тому, что вода все равно расположена более-менее случайно, ну как бы периодическим образом. Естественно, что в этом случае вода может оказаться в тех местах, в которых она оказаться не должна. Просто она туда попала, повезло так, что там радиусы не пересеклись, там ее не должно быть. Поэтому для того, чтобы у нас не произошло на старте нашего моделирования больших проблем с белком, что мы делаем? мы объявляем, что тяжелые атомы белка не могут двигаться, а вода может двигаться. И вода, естественно, будет искать любую возможность, чтобы образовать водородные связи сама с собой, прилипнуть к сама себе и тем самым оптимизировать савитационное окружение белка. Таким образом мы получим более-менее неплохую стартовую систему. Естественно, что некоторые люди считать воду тяжело и нередко пытаются заменить ее неявным растворителем. Неявный растворитель это на самом деле просто некий дополнительный потенциал, который накладывается за увеличение гидрофобной поверхности белка. По большому счету. Собственно, здесь это написано также еще по идее мы должны накладывать за гидрофобную поверхность белка, но и еще электростатику тоже учитывать. Формально это нужно учитывать с помощью уравнения фаосона-больтсмана, но для макулярной механики здесь все сильно проще и рассчитывается на немножко по-другому. Вот таким образом. В чем основная причина, в чем основные недостатки подобного подхода? Естественно, то, что у нас во-первых, исчезает рассветитель как таковой. У нас формальный гидрофобный эффект воспроизводится, но не точно. И самое главное, наверное, то, что у нас исчезает вязкость среды. То есть у нас движения становятся слишком возможны. Какие хотят, такие будут. Это плохо, потому что естественно, что вода так иначе мешает быстрым движениям. естественно, если вас интересуют водородные связи, которые могут образовать белок с использованием молекул воды сам собой, с леганой, с чем-то другим, подобных вещей вы посчитать не сможете с помощью использования явного растворителя. Тем не менее, до определенного времени было достаточно большое количество работ, в которых именно такой подход использовался. Ну и теперь последний слайд о том, что какой длины должна быть нашей траектории. Вот это все очень такой примерный, оценочный слайд, который говорит о том, что если у нас t нулевое это примерно одна фемтосекунда, то естественно то естественно колебания бла-бла-бла-бла сейчас то время, которое нужно нам наблюдать как тот или переход с той или иной энергией активации будет примерно пропорциональной экспоненте. Естественно, что здесь написаны времена, которые соответствуют 50% вероятности наблюдения того или иного явления. Понятно, да? Ведь это все вероятностные явления. С какой вероятностью у вас возможен этот переход? Поэтому теперь вопрос на засыпку. Почему вообще получается, что увидеть образование разрыв водородной связи в молекуле воды мы должны считать 1,5 на секунды? Ведь энергия водородной связи в воде 5 килокалорий. Получается, что для того, чтобы увидеть разрыв одной водородной связи, нам нужно считать столько. А? Ну какая разница? Это просто здесь все равно переводится все это в сети энергии. Вы здесь можете взять константу большую, константу маленькую, которая нормируется на молекулы, либо на моль. Это неважно. тот ответ немножко в другом. Ответ на самом деле очень простой. То, что чаще всего в биологических системах происходит не разрыв водородной связи навсегда, а ее обмен. У вас было 500 водородных связей, они все передоставались между собой, осталось 500. Поэтому для системы энергия не изменилась. но по факту если у вас изолированная от воды водородная связь и от других участников процесса водородная связь, то весьма вероятно, чтобы увидеть ее разрыв, вам понадобится считать 1,5 секунды. 1,5 секунды это у нас сколько шагов? Если шаг 1,5 секунды, 2,5 секунды? Да. 750 чего? 1000. конечно. Потому что каждая 1000 шагов это 2,5 секунды. А каждый миллион шагов это 2,5 секунды. Естественно, тогда следующий вопрос. Сколько времени надо считать, чтобы увидеть разрыв гидролиза ТФ? Энергия связи 7 килокалорий на моль. а у нас ведь с вами в молькулярной механике не наблюдается разрыв связи. Вообще. так водородные связи у нас как описываются? Вспомните прошлую лекцию. Они описываются суммой Кулоновских и Лерна Джунса. А связь в трифосфате как описывается? Она квалентная. Естественно, она описывается каким потенциалом? Параболический. Он никогда не парется? Ну что, запомнили вопрос на зачет? Хорошо. Есть другие вопросы?